здравствуйте дорогие друзья сегодня я расскажу вам почему мы занимаемся именно детьми аутистами что привело именно к тому что мы захотели заниматься именно такими детьми потому что скажем правду мы можем заниматься и другими заболеваниями и в общем и занимались но почему-то вот именно дети аутисты стали для нас сейчас на первом плане и в общем сейчас я расскажу почему собственно до того как у нас родилась дочка мы с давидом уже занимались целительством давид занимал много занимался детьми у него вообще опыт больше 30 лет занимался детьми трудными подростками и нетрудными тоже занимался детским творчеством в общем то есть для него это как бы было естественно для меня это как раз естественно не было поскольку я в общем профессии математик программист ну и благополучно себе работал своей профессии когда стал заниматься целительством то она для меня было как хобби поначалу я занималась ортопедией онкологии много было онкологии занимался людьми с заболеваниями которые в общем официальная медицина не диагностировала и не лечила ну короче это на две книги история естественно учились и я и он собственно мы и познакомились вот на одних таких курсах и а потом у нас родилась дочка дочка была очень желанная очень такая ожидаемая очень мою хотели но в общем что-то пошло не так и она родилась с тройным обвитем пуповины ну не буду вдаваться как это все было понятно что была гипоксия в общем сначала все было здорово то есть девочка видно было что девочка умная девочка красавица чтобы ей быть такой всегда и в общем но мы заметили что словарный запас не очень маленький то есть три года она произносила очень мало слов практически не говорил предложения и в общем этот словарный запас практически не расширялся поскольку мы в семье разговариваем по-русски все садики в общем-то на иврите мы сначала списывали эту проблему на двуязычие собственно в израиле и все врачи и психологи говорят что двуязычие тормозит развитие речи ребенка то есть все приходит но приходит позже мы и ждали потом мы ее отдали в садик который считался как бы очень хорошим но как потом выяснилось он был не очень хорошим то есть там было мало развивающих занятий в общем воспитатели не обращали внимание на проблемы подобного типа и собственно только в пять лет стало понятно насколько большая у нас проблема то есть пять лет она уже пошла в муниципальный садик это такой специальный как бы год подготовительной группы садика уже перед школой на школу у нас идут в шесть лет а поскольку она родилась в начале ноября то в общем как бы и было практически не пять лет а четыре с половиной то есть ей нужно было идти в школу практически чуть-чуть старше чем в пять с половиной лет и в это с этим садиком нам очень повезло потому что там оказалась очень опытная воспитательница которая очень быстро поняла что есть проблема и какого типа собственно я сама уже к тому времени поняла что проблема есть и проблема непростая в общем это было все очень тяжело тяжело психологически тяжело было как-то отстаивать дочь в садике в общем как-то раз я даже специально пошла на занятие чтобы понять а что же там происходит в общем я сидела с дочкой слушала как там воспитательница поет песню с детьми и все поют а моя дочь сидит и плачет потому что она просто не способна воспринять на слух то что ей говорят в общем короче я не только поняла что у нас проблема я примерно поняла в чем проблема то есть проблема была в том что она в принципе не воспринимала на слух то есть очень плохо она поэтому со слуха не могла как бы запомнить слова она не могла как бы ну вот как большинство детей как бы они учатся не только визуально но еще и со слуха и оказалось что значит у нашей дочери такая проблема ну я не буду рассказывать про то как я переживала нервничала я бы сказала что это называлось бегала по потолку потому что в общем было понятно что непонятно что делать то есть я знал что существует специальное образование и что она вроде как очень хорошее в этих детей много вкладывают я также точно знала что она практически ничего не дает я видела этих детей я прекрасно знала что сколько в них не вкладывают все равно остаются трудности то есть ребенок все время отстает это постоянный труд это постоянная как бы тяжелая вот эта атмосфера что ребенок не здоров ребенок ненормальным и тут очень как-то вдруг стала на меня накатывать что как-то стал мне понятно в чем же проблема то есть вот она стала какой-то такой осязаемой у меня появился четкое чувство что нужно делать чтобы эту проблему убрать ну поначалу я конечно решила что совсем я уже доигрался во все эти хобби что наверно у меня уже галлюциации начались в общем какой-то момент решил это в конце концов никто же не видит никто не знает взяла и сделала то что вот мне казалось правильным и вдруг увидела что ребенок за неделю выучил все песенки к празднику пасха пейсах которые она не могла освоить за все предыдущее время то есть вдруг раз в неделю и она поет все эти песенки то есть для меня это было просто таким восторгом то есть совершенно было невыразимо но тут я уже поняла что надо делать уже как бы началась не работать уже вполне сознательно и в общем увидела что она таки развивается очень хорошо развивается и очень быстро догоняет но стало понятно также что отставание накопилось за пять лет и что к школе она в общем то не готова поэтому когда она в сентябре пошла в школу я не очень удивилась когда через неделю примерно занятия мне позвонил домой ее первая учительница и очень возмущенно стал на меня кричать что вот девочка готова так сказать к специальному образованию что в общем она абсолютно не готова к школе не готова к первому классу я понимал что она права это учительница но я также знал что во первых она догоняет во вторых я абсолютно не была готова и и отдавать ни в какое специальное образование и я включила стервозную мамочку наорал на нее в ответ говорю и кто ты такая тут выставлять диагнозы понеслась в школу значит встретилась с ней встретилась с школьным психологом в общем они мне сказали нет нет мамаши успокойся успокойся мы ошиблись мы извиняемся мы значит все будет хорошо короче к ребенку представили помощницу она в течение всего первого класса помогал ей собирать портфель там раскладывать учебники в общем просто когда пошла в первый класс оказалось что проблем не только в том что она информацию не воспринимала а еще и там элементарные вещи такие которые дети в шесть лет уже в общем то делают она еще не делала и тем не менее было видно что она очень быстро догоняет и концу первого класса уже я уже была весьма довольна результатами хотя ее учитель за еще морщилась и крутила носом и говорила что в общем-то ужас ужас но ужас ужас будем догонять дальше когда она перешла во второй класс и и следующая учительница сказала что вот мы получили информацию о том что в первом классе она очень сильно отставала что в общем это ребенок отстающий просто кошмар кошмар я говорю хорошо хорошо кошмар кошмар согласно значит что вы мне предлагаете она мне говорит вот у нас есть дополнительные занятия у нас есть программа перах перах это цветок на иврите и и студенты которые учатся педагогике они получают скидку в учебе если они сколько-то часов в неделю посвящают работе с такими трудными детьми я учитель сказал все горю давай давай все дополнительные занятия давай студентку перах то есть мы открыты мы сами работаем тоже мы видим что она догоняет в общем короче прошел месяц прошел другой смотрю нет студентки перах говорю где иду в школу прихожу к учительница говорю ну ты обещала где она говорит ты знаешь вот там первая учительница сказала что да вот она такой ужас ужас а я вижу что она не ужас ужас она где-то ну может чуть ниже чем средние есть говорит здесь гораздо более тяжелые чем она и в общем как бы не нужно ей эту студентку игру нужно в общем короче да в итоге нам еще через два месяца таки дали студентку которая с дочкой занимался они ходили гулять делали уроки вместе ночью бы я считаю что это очень полезная программа была и собственно она и есть и продолжается то есть я очень благодарна израильская программа да ну а в третий класс уже практически она пошла на общих основаниях то есть практически догнала тут выяснилась одна интересная вещь что у девочки развился комплекс неполноценности то есть например там скажем в школе объявляли какое-нибудь соревнование она в нем не хотела участвовать говорила а зачем я все равно не смогу ну в общем заняло еще энное количество времени чтобы сломать в ней вот это вот убеждение что она не может чтобы она убедилась что она может и в общем как только она это поняла то в общем она стала достигать вот давид мне тут положил всякие документы вот за два года например это у нас за который год это у нас наверное это прошлый по за прошлый год да значит у них было соревнование в классе кто больше прочтет библиотечных книг именно из библиотеки школьный то есть не забык какой это общий школьное не это не общий школьное это общее для этих классов то есть вот скажем там 6 7 классу все седьмые классы значит проводят это соревнование вот и здесь вот видно что она у нас на первом месте и она прочитала 289 книг тогда как следующий значит 217 книг ну и так далее то есть видно насколько велика разница да перед этим в предыдущий год вот значит она прочитал 239 библиотечных книг значит после нее 138 ну и так далее соответственно она читает под видео да она их не просто читает она их и запоминается и она их осмысливает и в общем записывать блокнот неизвестные да сама выучила русский язык вдруг вот решила то есть она русский язык практически пропустила поскольку до трех лет мы с ней говорили только по-русски потом уже пошел иврит и ну в общем короче это не просто вот все было это преодоление но у меня было четкое ощущение что вот для нас вот бог сотворил чудо вот он просто для вас его сотворил то есть вот у нас был ребенок который был можно сказать на грани и вот и вдруг этот ребенок вот вот он стал нормальным то есть это было очень такое вот волнующее ощущение и хотелось конечно осчастливить весь мир то есть хотелось всем помочь тоже то есть вот на волне этой благодарности мы тогда с давидом поговорили и решили что давай мы будем так сказать постараемся помочь еще кому-то и решили сделать как минимум год как бы волонтерской работы то есть мы будем лечить тех кто к нам придет значит без денег то есть просто вот ради того чтобы ну во-первых чтобы мы учились а во-вторых чтобы им помочь но мы очень быстро нашли контакты воспитательницы спецсадика который у нас здесь неподалеку находится она стала разговаривать с родителями и предлагать им к нам приходить стали приходить дети с родителями естественно естественно мы разговаривали со всеми своими друзьями и знакомыми то есть все дети у которых были какие бы то ни было проблемы там с обучением еще чем-то они все шли к нам и вот это продолжалось целый год собственно тогда же мы открыли впервые официальный бизнес потому что далеко не все были готовы принимать бесплатно то есть люди как бы мать в помощь принимать помощь бесплатно они хотели за нее что-то дать взамен ну а поскольку у нас весьма строгие налоговые так сказать закон это нам было легче открыть этот бизнес чтобы сохранять нормальные отношения за государством ну в общем этот год был весьма непростой то есть много как бы новых людей это еще вот так сказать вечером после основной работы и как бы дети бывали разные очень непростые бывали но этот год нам дал очень много в плане опыта и в плане понимания того что мы так сказать можем мы так сказать когда подытожили итоги то очень мы поняли что мы узнали реально много нового во первых мы поняли что да мы это действительно можем значит было много детей которые так сказать были практически безнадежными и которые стали вполне нормальными например там был ребенок трех с половиной лет сахулали который там занимался только тем что открывал закрывал двери стучал в общем когда он вдруг подошел к давиду и поцеловал его в бороду его папа чуть в обморок не упала но в общем короче было много таких интересных моментов естественно мы продолжали лечить не только людей но не только детей но и взрослых тоже собак лечили нет собаки все люди интереснее в общем как бы отрабатывалась в это время методика то есть мы понимали что мы можем как мы можем как происходит в разных случаях то есть мы поняли что аутизм это совсем не одно заболевание что все дети совершенно разные и собственно аутизм как такового нету что это все органика органические повреждения мозга головного спинного и в общем степень повреждения она собственно и дает вот все эти явления и как только там заживает то общем ребенок начинает развиваться собственно мы сейчас продолжаем учиться и развиваться поскольку не бывает двух одинаковых детей каждый следующий ребенок приносит что-то новое и короче нет выбора мы постоянно учимся мы постоянно учимся и на курсах и на семинарах и так сказать практике заодно по ходу дела в общем за тот год мы поняли некоторые вещи которые мы совершенно не ожидали то есть который для вас оказались просто ну для меня по крайней мере оказались полным шоком ну во первых мы поняли что далеко не всем нужно нужны здоровые дети не всем родителям да то есть мы встретились скажем так с семьей где ребенок больной ребенок это был проект то есть для матери это был способ занять себя то есть типа хобби такого это было очень неожиданно встретились там с несколькими семьями где дети больные были в общем как бы принесены в жертву чему-то там другому например был ребенок которого мать определила как искупителя для всех остальных то есть чтобы у всех остальных было все в порядке значит этот ребенок должен был быть больным поэтому как только у ребенка начались улучшения мама исчезла вот ну были другие подобные вещи там типа был ребенок спаситель мира в общем кого только не было большинство все были иначе то некоторые дети так сказать некоторым матерям нужно чтобы ребенок оставался больным для для чего чтобы сохранялись отношения с мужем то есть если бы ребенок выздоровел муж бы ушел а так муж из чувства вины остается в семье и в общем это то что как бы матери нужно были были родители для которых ребенка ребенок больной это скажем так причина чтобы не работать даже если есть возможность то есть не очень тяжелые дети специально делались более больными и иногда даже тяжело больными для того чтобы в общем мать могла спокойно продолжать сидеть дома и не заботиться о том чтобы выйти на работу ну и самое частое распространенное это дети средства дохода то есть это продолжение предыдущего то есть мама сидит дома папа возможно тоже не работает некоторых случаях и тогда детская пенсия и льготы они просто жизненно необходимые семье чтобы так сказать жить вот это для нас все было надо сказать большим шоком для меня по крайней мере просто для меня это было мега шоком вот еще я увидела такую интересную вещь что большинство людей просто не ценит то что им дается бесплатно то есть например я слышала фразы ах да да с бесплатно мы возьмем все типа тогда вы нам помогаете но этот мы это готовы принять ваш помощь только если это бесплатно то есть типа вот я такой красивый вы нам помогите причем это все было в таких выражениях что надо сказать было очень неприятно там одна мать например заявила что ребенок выздоровел сама причем тут мы непонятно да она приводил ну что он приводил до ребенка выздоровел ну и что вот это вот она не знает почему причем тут мы но ребенок выздоровел как бы скажем так отсутствие связи у матери между причиной и следствием до выздоровел от неизлечимого серии съел таблетку полгода назад теперь она вдруг подействовала но там он и таблетку не ел но концу года в общем я поняла что я во всем этом деле очень разочаровалась что я не хочу этим заниматься то есть я как бы совершенно не была готова посвящать себя людям которые ну вот так вот относятся то есть так относится к детям так относится к нам да вот мне необходима благодарность когда я чего-то даю я хочу понимать что я дала не просто так что я это не выбросила а что это будет использовано и на пользу для хорошего вот давид у нас большой любитель людей и детей в частности он и продолжил и в общем как бы собственно это исключительно его заслуга то что вот мы сейчас занимаемся именно этим потому что с другой стороны мне тоже понятно что если вообще заниматься лечением кого бы то ни было неважно каким способом то в первую очередь это дети потому что дети это наше будущее то есть мы этим детям даем практически шанс на нормальную полноценную жизнь в будущем вот спасибо всем до свидания всем хорошего дня